Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Михайлова. Это прямая линия. Программа, в которой вы, уважаемые зрители, можете стать ее непосредственными участниками. Стоит вам позвонить, либо написать на электронный ящик общественной компании ГРТ. Контакты указаны на ваших экранах. О законотворческой деятельности, о выборах, о митингах, о делах насущных в Гагаузии и Молдове мы поговорим сегодня с гостем нашей студии. Михаил Попов, депутат Народного собрания Гагаузии от села Итулия. Михаил сразу с главного. Это касательно нынешней выборной гонки, которая сейчас происходит у нас в Гагаузии. На сегодняшний день остается в силе норма 50% плюс 1 голос, согласно уложению Гагаузии. К составлению списков премарии должны подойти с большой ответственностью и серьезностью. Во всяком случае, это был посыл и Народного собрания Гагаузии, и членов исполкома. Четыре дня всего лишь остается до сдачи избирательных списков в Центральную избирательную комиссию. По данным ЦИКа, только 9 населенных пунктов, среди них, кстати, Тулия, подали уже уточненные электронные списки избирателей. Вы знакомы с ними? По поводу знакомства с списками я, конечно, не знаком, но я знаю информацию, что большинство из наших премаров взяли обязательство почистить так называемые списки, чтобы они соответствовали с теми списками, которые люди, которые здесь находятся, имеют право голосовать, чтобы они соответствовали с данным нашим населениям. По поводу количества, сколько будут, как они будут работать и насколько они почистят, я не знаю, нет у меня такой информации. Считаете ли Вы, что такая чистка избирательных списков будет способствовать соблюдению порога явки 50% плюс один голос? Или, может быть, заинтересованность в выборах избирателей еще не совсем потухла? Ну, по поводу того, что способствует ли это проведению выборов? Конечно, способствует, потому что, исходя из того, что Кишинев нам дает списки около 130 тысяч жителей, которые имеют право на голосы в Гагаузи, естественно, такого населения у нас здесь нету. Люди в большинстве, знаете, все прекрасно с экономической ситуацией у нас в регионе, и вообще в целом в Молдове. Многие уехали, особенно в эту зиму, чтобы перезимовать, кто в России, кто в Турции, ну, у кого где есть родственники. Поэтому, если примары отнесутся ответственно к этому вопросу и действительно покажут реальную цифру населения, которые у нас сегодня здесь проживают и могут голосовать, то я думаю, что люди выйдут и выборы состоятся. На данном этапе, я скажу свое мнение, на данном этапе я слышу такие настроения нашего населения, что не хотим, не выйдем, то есть все равно бесполезно, ничего не меняется, каждый раз у нас выборы, никаких результатов нету в лучшую сторону. Но я хочу сказать, что это неправильная позиция наших избирателей, потому что от нас, от всех, от каждого зависит исход этих выборов, а от исхода этих выборов зависит дальнейшая судьба нашей автономии. Ну, не просто так сложилось такое мнение относительно выхода на выборы, я имею в виду граждан нашей страны и ГГУЗИ, в частности, потому как все идут с надеждой, шли с надеждой, но реальность оказывается немного суровее. Вот и получается, что люди перестали верить как в правительство, как в руководство страны и ГГУЗИ, так и, собственно говоря, и в выборы. И здесь должна быть очень активная позиция тех, кто баллотируется, неважно по каким спискам, неважно на каких выборах, башканские, депутатские, парламентские. То есть здесь необходима позиция самих кандидатов, участвующих в избирательной гонке. Да, согласен с вами по поводу того, что все кандидаты должны приложить все усилия из-за того, чтобы народ поверил и вышел на эти выборы. А почему складывается такое мнение? Действительно, у нас, наше руководство растрактило немножко доверие нашего населения. Почему? Потому что кандидат, когда идет на выборы, идет с одним лозунгом, с одним призывом. А потом в процессе работы почему-то меняет свои посылы и свои видения. То есть народ теряет доверие руководству. И вот тут как сохранить, вернее не то, что сохранить, а вообще как восстановить, восполнить это доверие. Вы впервые в депутатском корпусе. Да, я впервые, мандат мой. Значит, я что хочу сказать по поводу доверия к нашему руководству. Вообще к институту власти. Ну да, это не только башка над, это и народное собрание. То есть вот эти вот все моменты, которые происходят у нас в руководстве и в народном собрании, и в исполнительной власти. Вот эти вот непонятные вот эти вот действия, скажем так, вот постоянные ругания и вот... Недопонимание, конфликтные такие ситуации. Недопонимание и обвинение. Третий этаж говорит, что второй этаж виноват, второй этаж говорит, что третий этаж виноват. Но я хочу сказать, что это не в этом только вся проблема. Проблема в том, что вот это все создается искусственно. Объясню почему. Потому что когда вот люди не видят результатов работы, исполнительной власти, народного собрания, то что нужно людям дать? Если нет хлеба, то нужно дать зрелище. Ну я думаю, что зрелища очень даже много в последнее время. Совершенно верно. Но если вы заметили, в последнее время у нас нету никаких разногласий между исполнительной властью и руководством народного собрания. Заметили это? Нету там никаких разногласий. Там все хорошо. Там все взялись за ручки и работают. Понимаете? А лучше не стало людям. Понимаете? Вот в чем вопрос. Почему так произошло? Почему до сих пор вот такая была вражда между вторым и третьим этажом? А сегодня все это прекратилось. Понимаете? До сих пор, если второй этаж кричал, что вот у нас такие сяки там сидят наверху, на третьем этаже, там считали, сколько конфет съели. Даже у нас коллеги между собой друг друга обвиняли. Я одну корзину взял, я три взял. То есть, понимаете, вот это вот все куда-то ушло. Об этом сейчас не говорим, правильно? Вы так считаете? Я не считаю, я это вижу, это факт. А как тогда вот последний факт того, что глава ГГУЗИ не подписала изменения, которые были предложены депутатским корпусом, как изменения в уложении ГГУЗИ? Значит, я как депутат могу вам официально заявить. Потому как тогда ваши представители говорили, что если не подпишут, то это можно назвать узурпаторством власти. Совершенно верно, я с этим полностью согласен. Но дело в том, что люди не знают, что там происходило на самом деле. Как эти 23 голоса депутатов собирались? Какие были влияния на наших коллег из третьего этажа и дальше, выше нашего руководства центрального? Люди же этого не знают и никто об этом не говорит. Считаете ли вы, что они должны это знать? Дело в том, что, конечно, должны, если люди не будут ждать, не будут знать, корень зла, откуда все это растет, понимаете? Люди так и будут в неведении, будут смотреть, вот они ругаются, ничего не делают. А на самом деле, я вам хочу сказать, что вот этот момент, что касается списков, то есть явки, народное собрание, вы помните, да? 23 человека первый раз проголосовали в первом, втором, третьем чтении за порог явки 33,3%. Было такое? Да, конечно. Второй раз, когда мы собрались... На следующие чтения? Нет, на следующий день мы собрались на третьем чтении, когда мы еще раз собрались, когда Ирина Федоровна отказалась подписывать закон, значит, мы собрались по поводу этого вопроса, ну, там были еще вопросы, но я говорю конкретно по этому вопросу. Значит, народное собрание, мы собрались, но у нас уже не было 23 голосов. Ну, приняли там, скажем так, просто постановление какое-то, то есть бумага, оно ничего не значит для решения этого вопроса. То есть в штатном режиме, да? Мы как бы обратились к Ирины Федоровне, вот вернитесь в правовое поле, но оно законно, юридически ничего не значит, понимаете? То есть второй раз у нас уже 23 голосов не было, чтобы еще раз преодолеть вето башками. Вот в чем вопрос. Куда подевалась эта солидарность, мы об этом, конечно, поговорим. У нас есть телефонный звонок, и мы сейчас услышим вопрос, который к нам поступил от собеседника ГРТ. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, будьте добры, откуда вы звоните? Мария Георгиевна Добреогла, руководитель ансамбля Лали, село Кирсово. Здравствуйте, Мария Георгиевна. Камрадского района. Ну, был не вопрос, а товарищ сказал, что неправильная позиция, если мы не хотим голосовать люди. Хочется задать обратный вопрос. А у всех руководящих органов правильная позиция по отношению граждан Гагаузии и развития Гагаузии? За 30 лет, я думаю, что создавали мы Гагаузию для того, чтобы мы показали даже той же Молдове, что мы живем лучше, чем Молдова. Поэтому зачем такие вещи говорить? Мы не хотим уже, мы действительно не верим уже просто. Просто я 68 лет мне, я не уезжала никуда. Абсолютно. Спасибо за вашу позицию, Мария Георгиевна. Михаил Викторович, пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Что касается, должны ли люди верить или не верить? Конечно, должны. Если мы сегодня не выйдем на выборы, у нас выборы не состоятся, скажите, что будет с нами дальше? Люди должны понимать, к чему это приведет. То есть, наш действующий башкан, она занимает должность до 19 июля официально. После 19 июля, если у нас до 19 июля выборы не состоятся, у нас дальше башкан вступает, исполняющий обязанности башкана. Так? Хорошо, если люди сейчас, 30 апреля, не выйдут, и у нас выборы не состоятся, мы же по закону должны через 2 недели опять провести выборы. Мы это обязаны сделать, потому что закон нам это говорит. Потом через 3 месяца мы еще раз должны провести выборы. Уже новые выборы. Уже новые выборы. 3,5 миллиона — это одно. Эти деньги, во-первых, не заложены в наш бюджет. Наш бюджет на 2023 год заложены только на эти выборы, около 3,5 миллионов лей. А остальные откуда мы будем брать? Это же затронет каждого жителя. Это социальная программа в первую очередь. Потому что если откуда-то изыскивать эти финансовые средства, это только социальные деньги. То есть это питание детям, свет, школьникам по 1000 лет, которые ему приняли закон. То есть откуда-то надо будет это отбирать. Но вопрос в чем? Я хочу пояснить, Мария Георгиевна, ее позицию, что она не верит, и я как понял, они не собираются идти на выборы. Может, я не так понял, но почему мы должны выйти и проголосовать? Неважно, за кого вы будете голосовать, это решение каждого. То есть кто как решает, так и голосует. Но опасность в чем? Что если наши выборы не состоятся? То есть автономия не может оставаться без руководства. Постоянно исполнять обязанности наш башкан не может. Правильно? Поэтому когда-то должно быть... То есть у нас должен быть законно избранный башкан. В случае, если мы этого не делаем, что с нами происходит? Что же с нами произойдет? С нами может произойти очень опасная вещь. Наши руководители, центральные, которые сегодня имеют 63 мандата, они нам могут сказать, я предполагаю, они нам могут сказать, уважаемые гагаузы, мы вам в 1994 году автономию дали, проголосовали за ваш статус. Сегодня вы нам показываете, что вы не можете соорганизоваться, избрать себе руководителя, то есть вы не можете существовать. Без руководства не может быть автономии. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Какие последствия нас могут быть? Автономии просто угрожает ее полностью ликвидацией. И вот тогда, не дай бог, когда к этому мы подойдем, то есть мы обратимся, как и в 1994 году, к нашим партнерам, к Турции, к России и, может, и в европейские страны, за помощью, смотрите, нас ликвидируют, а нам скажут, извините, Кишинев ни при чем, вы сами своими руками это сделали. Вы не можете избрать себе башкана. Вот и все. Вот это самая главная угроза. Деньги деньгами. Но вот к чему это может привести. Ну, в любом случае, необходимо все-таки повышать уровень доверия у рядовых избирателей. И я говорила о том, что в этом должны быть задействованы прежде всего кандидаты, но и сами кандидаты, которые затем, последствия кому-то по счастливой случайности удается там, ну, стать у власти, безусловно, как вы и говорили, они должны все эти обещания исполнять, будучи занимая то или иное должностное кресло. С этой позицией я с вами полностью согласен. Но почему я так считаю? Почему наш народ теряет доверие? Власть теряет доверие. Власть теряет доверие. Власть, да. Когда человек идет на выбор, я уже об этом говорил, он идет с каким-то лозунгом, правильно? С каким-то видением, по какому пути мы будем идти. Наша автономия, в каком направлении будут двигаться. Если руководитель нашей автономии идет на выборы с одним лозунгом, а по истечению времени, непонятно по каким причинам, эти лозунги меняются, то есть народ, видя все это, конечно, народ понимает, что нас просто обманули, потому что мы выбирали этот путь, а нам сейчас указывают другой путь. Если нам говорили, что мы должны дружить с Россией, и мы должны быть вместе, то сегодня нам говорят, мы должны быть частью Европы. И только там автономия будет процветать. Понимаете? Вот где теряется доверие. Мы обязательно продолжим наш разговор. Мои коллеги подсказывают, что у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры представить, откуда вы звоните. Скайдар и Чиман Дмитриев. Слушаю вас. Я бы хотел воспользоваться репликой. Пожалуйста. Михаил там попол. Михаил Дмитриевич. Он говорит, что сейчас, в данное время, власть очень хорошо общается друг с другом. Народное собрание и исполком. Этим мы должны радоваться, жители Горгалузии, и гордиться, что наконец-то нашли общий язык. Потому что мы власть выбираем, мы не выбираем, чтобы они там друг друга крысли, а не чтобы жили дружно. Потому что есть такая поговорка, паны дерутся, а у крестьян, но в бытрищат. А когда паны не дерутся, крестьянам очень хорошо живется. Так что сейчас должны прочистить эти списки, и будет очень хорошо. И выборы составятся, и башка выберем мы. Но надо, чтобы они списки вычислили. Спасибо вам большое за вашу точку зрения. Михаил, есть что добавить? Ну, я только могу добавить, что исходя из мнения нашего слушателя и телезрителя, значит, он правильно говорит. Мы должны работать совместно. И законодательная власть, и исполнительная власть. Но я подметил, что сегодня у нас нет той проблемы с руководством народного собрания и с руководством исполнительной власти. Нет этой проблемы. Но у нас ситуация нисколечко лучше не стала. Это же мы все ощущаем на себе, правильно? Мы это все видим. То, что человек говорит, что выборы должны состояться, чтобы списки почистились, это обязательно, я с этим полностью согласен. И так должны подходить все к этому вопросу, и тогда у нас все будет хорошо. И должна прийти та власть, которая не будет отворачиваться от своего, избирателя. Вот это самое главное. А потом уже второй вопрос, экономический. В первую очередь, нам нужно выбрать такого руководителя, который не отвернется от своего народа. В этот раз впервые Этулия представлена в избирательной гонке своим претендентом, или претенденткой, если вы сторонник феминитивов. Теперь расклад такой. Двое из Камрата, по трое из Чедерлунгии района и по трое из Вулканежтой района. Шансы, можно сказать, возросли у вулканежских избирателей в том, что в этот раз должен быть и Башкан, и за Вулканежт. Но это так, на уровне примитивизма. Как вы оцениваете начало избирательной кампании? Ну, честно говоря, если говорить по поводу начала нашей избирательной кампании, она началась очень вяло. Почему? Потому что это настораживает на то, что, как вы подметили, не все кандидаты будут стараться, чтобы у нас выход был. Должны все кандидаты, засучив рукава. Если ты взял такую ответственность на себя, если ты идешь на выборы, и ты будешь нести флаг Гагаузии, то ты должен делать все для того, чтобы эти выборы состоялись. Правильно? В первую очередь они должны состояться. Кого изберет народ, это народ будет решать. Но мое мнение такое, что начало было очень вялое. Сейчас вот за последние несколько дней я вижу, что уже активизировались кандидаты. То есть уже начинается такая вот, как вам сказать, полноценная борьба. Программа, да. То есть появляется уже все, что мы обычно ждем на выборах. Какие-то разные слуги. То есть это уже появляется, значит, это говорит о том, что компания уже входит в свой второй этап. Уже наращиваемый этап. Входит в рельсы, да, что называется. Сегодня партию социалистов можно упрекнуть в ослаблении своих позиций. Уход партийцев в парламенте Молдовы говорит о пошатнувшейся все-таки внутренней политике партии. Поддержка социалиста Василия Боли, одного кандидата в Башканы, и самой ПСРМ другого, и вовсе говорит о расколе в партии. Влад Бетрынчин накануне также заявлял о том, что в последние 8-9 месяцев было несколько попыток подкупить членов ПСРМ, чтобы они вышли из партии и сделали декларации в поддержку другой партии. Политический туризм в ПСРМ, он в разгаре, можно сказать. И как Вы считаете, как он отразится на работе в Вашей фракции, фракции блока коммунистов и социалистов в Народном собрании Гагаузии? Значит, хочу начать с того, что Вы сказали по поводу раскола нашей партии. Я Вам скажу свое личное мнение. Никакого раскола у нас в партии нет. Это однозначно. Насчет политических туристов. Они всегда были. И во всех партийных формированиях. Это не сегодня начало, и они будут и дальше. Есть партия, есть и туристы, скажем так. Что касается Василия Боли, про которого Вы упомянули, это его личное мнение, кого он будет поддерживать на этих выборах. Наша партия, партия социалистов, в своем руководстве четко сказала, вышла и объяснила свою позицию. У нас один кандидат от партии социалистов, других кандидатов у нас нет. Это говорится уже неоднократно. И на телевидении, и на... Ну на разных площадках об этом говорили. Да, на всех площадках мы об этом говорим. Но почему-то, вот кому-то это выгодно, чтобы это все муссировалось в обществе. Ну, человек решил вот таким образом пойти. Но это не значит, что это правильно. Я лично считаю, что это неправильно. Почему? Потому что этот человек, он является депутатом парламента. Депутатом парламента не Василий Боля прошел. Партия социалистов. То есть это не его заслуга. То есть человек подводит свою команду. Хорошо или это плохо? Конечно, плохо. Но я вам говорю, что это его личное мнение. И то, что они там сегодня пытаются манипулировать в обществе, что вот еще один кандидат есть от социалистов, это неправильно. А теперь уход партийцев вначале Нестеровский, потом Примары нескольких населенных пунктов, затем вот Вазолан. Вот это и вообще в целом все. Здесь такая политика, в Кишневе такая. Это как отразится на вашей работе в законодательном органе автономии? Что касается нашего законодательного органа. Наша фракция из себе человек в Народном собрании. Она сегодня самая крепкая. Если вы заметили, за весь процесс нашей работы, за почти полтора года, наша фракция, вы видели какие-то сомнения у наших коллег между собой? Мы показывали это? Нет. У нас единая сильная фракция. Дай бог. Ну вот это и отличает гагаузскую фракцию БКСМ. Я могу говорить конкретно про нашу фракцию здесь, на нашем уровне. Что касается 30 апреля выбора. Вы все прекрасно знаете, что у нас еще в двух округах будут до выбора Народные собрания. Сул, конечно, с 9 округа и с Чокмайдана. Я думаю, что по вулканечным, я не думаю, я уверен, дай бог дойти до этого дня, что мы там еще одного нашего коллегу. Народ изберет. То есть пополнится еще одним? Да, пополнится наша команда. По Чокмайдану не знаю, там выбор их, жителей Чокмайдана. Кто там будет, мы это увидим. Значит, если у нас во фракции появятся еще наши коллеги, то мы еще окрепнем. А у нас будет достойный кандидат. Сул, конечно. То есть я в него верю, что он будет рядом с нами. Мы будем идти плечом к плечу. И нам нетрудно будет преодолевать те вот препятствия, которые у нас есть. И решать вопрос. Давайте послушаем вопрос, который к нам поступил по телефону. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Алло, добрый день вечер. Здравствуйте, Иван Николаевич. Иван Николаевич, без него никак. Давайте мы с вами чуть-чуть разберем вот такую вещь без предубъявлений. Но я хочу вот передадущего дозурицу сказать, что то, что он сейчас говорит, что третий этаж и второй смирились, и нам будет хорошо, нам будет еще хуже. Почему? Потому что ни третий этаж, ни второй этаж не сказал, где была причина, кто уступил. Ирина Влах уступила, или уступил Дмитрий Константинов. Пока народ не поймет, кто уступил, это для меня бахтанавия. И сегодня они, объединившие вдвоем, пытаются уничтожить Гагузи, продвигая своего кандидата. Если сегодня будет крайтор кандидат Башкана, им будет руководить Башкана. Иван Николаевич, давайте мы сегодня будем говорить... Михаил, для того, чтобы народ вам дал доверие, вы должны поспать именно таким образом. Иван Николаевич, мы... Я могу задать вопрос. Михаил, партия социалистов поддержала Ирину Влах на предыдущих выборах. Правильно? Совершенно верно. Вы должны признать, что да, и мы, партия социалистов поддержали, сделали фальсификацию, в тот раз, что уработали, и народ вам поверит. По-другому вы не вернете доверие. Спасибо. Спасибо. И снова такой эмоциональный вопрос, повествование. Да. Иван Николаевич, я хочу ответить так. Так, вот то, что он говорит, что народное собрание и руководство нашей автономии объединилось, кто кому уступил. Иван Николаевич, никто никому не уступал. Это была команда, данная сверху, чтобы они взялись за ручки и делали то, что они делают сегодня. Это во-первых. Во-вторых, что касается нашей партии, что мы поддерживали в 19-м году Ирину Федоровну. Да, мы ее поддерживали. Я лично участвовал в этих выборах по Этулии. Я возглавлял партийную ячейку. Но, все вы прекрасно знаете, будучи депутатом, когда я стал депутатом, я вышел на трибуну и официально свою позицию я высказал своему народу. Я извинился за то, что меня обманули и я обманул свой народ. Конкретно я говорю про Этулии. Почему так произошло? Почему мы сегодня не вместе? Потому что у нас разошлись пути. Наша партия, партия социалистов, свою позицию не поменяла на сегодняшний день. Мы как шли, каким курсом шли, мы были с народом, мы с ним остаемся. Мы свой курс не поменяли. Если кто-то решил, что будет идти по другому пути, и мы должны идти за ним, нет, этого не будет. Поэтому у нас и разошлось. Она сказала, что я хочу идти туда, а мы говорим, нет, мы идем по той же дороге, где мы были. Мы с народом. Вы посчитали, что это была ваша ошибка? Я считаю, что да. Это мое личное мнение. Да, именно с вами я об этом говорю. Поэтому я извинился перед населением. И я признал, что это меня обманули, а я обманул свой избиратель. Скажите, а трудно признавать свои ошибки? Нет, абсолютно нетрудно. Главное им осознать. Вот когда ты это осознал, и ты это сказал, вот сразу легче становится. Правда, от этого людям легче не становится, но я говорю про свое мнение. Президент Молдовы, Майя Санду, все-таки посетила Гагаузию, пусть и с неофициальным визитом. О том, что она приедет в Авдормун сажать деревья, мы говорили с вашим коллегой, Сергеем Константиновичем Захареем, ровно неделю назад в этой же студии. И тогда же говорили об отношениях между Кишиневым и Камратом, которые складываются в последнее время, скажем, не самым лучшим образом. Понятно, что эти отношения всегда были непростыми, особенно после провокационных высказываний рядом ладовских политиков. Наверняка вы тоже их слышали. И все же эти отношения должны быть конструктивными и взаимовыгодными. Вот есть ли шансы эти отношения выровнять? И если да, то кому-то удастся и когда? Ну, вопрос, конечно, интересный и, скажем так, объемный. Когда-то все произойдет и с кем. Но, тем не менее, мое мнение, то, что вот нам, Гагаузию, опять приезжал наш президент, по-моему, даже я слышал, что опять без оповещения нашего руководства, насколько я знаю правильную информацию. Но это касается лично ее, какое она решение, нашего президента, я имею в виду. Если она решила так вот приехать, и не в первый раз она так делает, то есть она не уважает наше руководство. То есть вы считаете, что это не уважение к руководству автономному? Нет, конечно, это не уважение к нашему руководству. Это не руководству, не к нашему народу. То есть если ты едешь сюда делать благие дела, то есть посадка деревьев, я так считаю, это благое дело. Но не можешь ты приезжать сюда делать благие дела вот таким вот путем. Понимаете? То есть это не сопоставить. Ну, решила она там сфотографироваться, я не знаю, для чего она это все делает. Но я считаю, что это неправильно, это не уважение к Гагаузии. Это в первую очередь. Что касается второй части вашего вопроса, кто это сможет сделать и вообще сможем ли мы это сделать? На этот вопрос сегодня ответить очень трудно и сложно. Почему? Потому что все настолько не зависит от руководителей Молдовы, я вам говорю официально, что сложно на это вопрос ответить. Потому что у нас нету своего руководства в республике, нету своего руководства в Гагаузии. Все под козырек, понимаете? То есть узнать видение нашего руководителя, неважно Камрадского или Кишиневского, мы не можем, потому что она сама не знает завтра, что ей скажут, что ей делать и как. Вот это мое видение. Ну, с этим видением, конечно, многие могут согласиться. Представители партии социалистов организовывали народные митинги. Были такие митинги у нас в Гагаузии при вашем непосредственном участии в прошлом году летом. Да, да. Слоганы и цели поднимались практически одни и те же, потому как не только ПСРМ была задействована в организации этих митингов. Цена, цены на энергоносители, инфляция, внешняя политика. Об объединении политических сил тогда никто и слышать не хотел. Однако в последнее время это стало чаще доходить до наших ушей, скажем так. И об этом стали говорить чаще. Можно ли в современных реалиях добиться отставки правительства, отставки парламента, как того требуют митингующие? Да, что касается митингов, когда... И не приведет ли это еще большему кризису в нашей стране, экономическому и политическому? Я скажу про митинги в Гагавузии. Ну это нам ближе, как бы мы лучше знаем ситуацию. Когда мы собирали митинги, не только мы, все политические какие-то лидеры, когда собирались митинги, о чем народ говорил, о чем? Только о ценах. Тут трудно нам жить, как мы перезимуем, что мы будем есть, как мы будем греться, правильно? Но руководство оттуда шли такие посылы, что мы сепаратисты, то есть если ты требуешь нормальной человеческой жизни, то ты сепаратист. Так получается? Я на митингах нигде не слышал, что Гагаузия должна отсоединиться от Республики Молдова. Мы всегда, Гагаузия всегда говорит, что мы неотъемлемая часть Республики Молдова и мы хотим жить в Молдове. Мы это всегда. Сепаратизм это что? Это призыв к отсоединению какой-то территории. Мы никогда об этом не говорили и не будем говорить, потому что мы хотим жить в нашей Молдове. Что касается цен. Конечно, если у нас ГАЗ стоит около 30 лей, люди выходят и об этом говорят. Говорят свою боль. Но какие мы слышим ответы от нашего руководства? Мы не виноваты. Виноваты кто угодно, но только не мы. То Россия виновата, то Германия виновата, там ветра нет. Вообще у них какая-то мания, такое преследование. Все виноваты, только не они. Михаил Дмитриевич, вы тоже власть. Вы снимаете себе ответственность за это? За что? Каждый действительно перекидывает эту ответственность на других власть имущих. Вы тоже обличены властью. Я обличен властью, но те вопросы, про которые мы говорим, про газ, про электроэнергию, ГАГАУЗИ, кто у нас может этот вопрос решить? Это решается на уровне президента. Но попытки были в народном собрании решить вопрос? Есть какие-то результаты? Нет, конечно. Что касается нашего руководства, нам заявляли все тогда, когда вопрос стоял о продлении, чтобы составить договор с Россией. Мы же оттуда берем газ, дешевые брали. Что нам говорили, наши руководства, что нам говорили? Мы на колени ни перед кем вставать не будем. Мы не продадим нашу республику. А кто вас просил становиться на колени? То есть они, мотивируя этим, поставили на колени весь наш народ молдавский. То есть они не хотят перед кем-то вставать на колени. Но вопрос в другом. Хорошо, я соглашусь с тем, что они говорят, что Россия плохая, она нам дает такой... Дорогой газ. Но у нас альтернатива газу что? Обогревы. Дрова. Правильно? Дрова наши, молдавское дерево, которое росло у нас 20-30 лет, которое мы сегодня срубили. У нас дрова стоили 500 лей. Сегодня они стоят в три раза дороже. Это опять Россия виновата? Кто нам это... Дрова кто цену назначает? Нашего руководства нашей страны или кто? Или опять Россия виновата? Понимаете? Если руководство нашей страны думает о своем народе, если они не виноваты, что такой дорогой газ, то дайте людям дешевые дрова. Если они были 500, дайте за 200. Но не за 1500, не за 1700. Понимаете? Вот эти лозунги, кто-то виноват, что у нас такая плохая жизнь, такая дорогая. А у нас есть вопрос на почте. Михаил Дмитриевич, куда делась обоюдная неприязнь между исполкомом и Народным собранием Гагаузии? Откуда вдруг эта тишина между этажами и работа сообща, о которой вы говорите? Ну, я вам сказал. Откуда это берется? Это берется все оттуда. Под козырек и все выполняете, что вам скажут. Вот и все. А тишина — это вот пока сейчас выборы. Понимаете? Если вы заметили, сейчас и Кишинев в сторону Гагаузии. Есть какие-то выпадки? Вы слышите? Нет. Все, никаких гагаузов, сепаратистов уже нет. Вот как начались выборы. Если вы заметили, все, все молчат. Чтобы бдительность немножко усыпить гагаузов, привести власть к власти человека, который им нужен, потом это все ведь заработает. Мы говорили сегодня о митингах чуть ранее. И результаты проведения самих митингов тоже ни к чему не привели, можно сказать. Совершенно верно. А в то же время, знаете о том, что в Израиле сейчас происходит. И вот премьер-министр Израиля Нитян Хаяу объявил лидерам правящей коалиции о намерении приостановить судебную реформу на фоне массовых протестов. Израил, собственно говоря, и начались эти. Так вот что решает активное гражданское общество. Получается, можно результата добиться. Ну, конечно, не таким радикальным путем. Я видел эти кадры, которые показывают по телевизору, какие там протесты, как там все громят. Я категорически против таких вот. Радикальных мер. Да, это неправильный путь. Это дорогам никуда, скажем так. Почему? Потому что если мы сегодня пойдем таким же путем у нас в Молдове, то это ни к чему хорошему не приведет. Сегодня, когда у нас даже мирные митинги, нам показывают по телевизору, в интернете, как обращаются с нашими пожилыми людьми, жителями Молдовы. То есть идет мирный протест. 70-летняя женщина. Вы представляете, как вот показывают, как с ней обращаются. Это кто агрессор? Человек, который хочет хорошей, нормальной жизни, дешевого хлеба, дешевого газа, чтобы человек мог обеспечить себя минимально. А мы сегодня у нас большинство населения даже минимально не может обеспечить себя ни продуктами, ни теплом. Вот в чем беда, понимаете? Вот это такое отобращение своим народом, это, я считаю, неприемлемо. Ну, как говорят в народе, что экономика страны, экономику страны представляет уровень жизни пенсионеров. То есть в каком они положении, на таком, а так можно говорить о самой стране в целом. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Ага, нет, увы, сорвался. Мои коллеги подсказывают. Можно я добавлю на походу экономики? Вот смотрите, у нас сегодня ситуация в Молдове какая. Наши сегодня руководители, центральные руководители хвастаются тем, что вот мы добили столько-то миллионов, нам дали кредит там или бесплатно, безвозвратно. Но где эти деньги? Улучшилась жизнь населения? То есть это мы берем эти кредиты, мы их сегодня кое-что проедаем, кое-что мы теряем, жизнь у нас не меняется в лучшую сторону, а потом это нам все возвращать. То есть с процентами. Если у нас сегодня на 23-й год заложено в бюджете более 12 миллиардов лей, только за проценты нашего долга, представляете, какие это деньги? Внешние долги. Только за проценты. Мы тело, тело долга мы не трогаем, мы это не осилим, вот эти 12,5 миллиардов лей, то есть они забирают опять у кого? У нашего населения. Понимаете, вот к чему приводят вот эти вот гранты, которые нам дают, мы их проедаем. То есть у нас не растет производство. Вы заметили у нашего правительства выход с этой ситуации? Вот поменяли Гаврилицу, поставили другого. Есть какой-то человек вышел, и объявил какой-то план выхода из этой ситуации, с экономической. Нет этого плана. Они все думают, как нам опять взять долг, чтобы вот и потом хвастаться. Видите, как нам помогают. Это не помощь. Это утопия. Скажите, вы видите в этом роль властей региональных с тем, чтобы, ну я не знаю, обговорить эти моменты непосредственно с лучшим руководством страны, обсудить эти моменты, с тем, чтобы не было таких последствий плачевных? Ну, давайте скажем так. У нас, наше руководство, наш башкан является членом правительства. Естественно, я не знаю, какая там ситуация, как воспринимают нашего руководителя там, в Кишиневе. Ну, вы видели последний момент, когда обсуждали... Ну, то, что мы, как наш руководитель, как член правительства, конечно, может на это влиять. Ну, вы видели этот, так называемый, диалог между премьер-министром и госпожой главной. Ну, скажем, что он так называемый. Ну, вы как его расценили? Абсолютно никак. Давайте послушаем все-таки вопрос, который к нам поступил по телефону. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьте, будь то, что вы. Вот я сейчас смотрю в прямом эфире, да? Почему все время отзвиняете Кишинев? Почему все время говорит, что у нас президент виноват? А вы заставите, что вы сделали за вашей Гагаузе? Вы только обманываете ваши Гагаузы. Вы только едете туда, в Москве, махните рукой, что якобы мы там за Путина. А на самом деле вы только с кульками ходите по Гагаузе и врете людей. Бессовестные вы просто. Просто бессовестные. Кто вам верит уже? Я не знаю, что можно вас верить. Скажите, вы откуда звоните? Я от Кишинева звоню. Вы из Кишинева? Я уже давно-давно взлетаю. Я вас знаю. Вы знаете наших депутатов власти? И потом я все время смотрю, еще время соблюдаю адвокатовый депутат о том, что делает. Спасибо за вашу точку зрения. Ну, я, конечно, отвечу нашим зрителям. Что касается, что мы поддерживаем кого-то, как Путина, или кого-то, или Россию. Мы никого не поддерживаем. Мы не хотим ни с кем ругаться ради кого-то. Понимаете? Мы должны дружить с нашими партнерами, стратегическими партнерами. Мы должны дружить и с Россией, и с Европой, и с Белоруссией, и с Казахстаном, и со всеми странами СНГ. Мы не хотим ни с кем ругаться. Это во-первых. Во-вторых, что касается нашей партии социалистов. Кого мы обманываем? Мы видели жизнь при социалистах, и вы это видели. И мы сегодня имеем возможность сравнивать, как было при социалистах, и как сегодня мы живем. Правильно? Есть вот сравнение. Если в 2019 году, когда мы об этом говорили, то нам говорили, перестаньте пугать, уже хватит, уже надоели со своими пугалками. То есть, все это вранье, этого ничего не будет. У нас будет хорошо. У нас газный блок 4,60, как стоял наш президент. Это очень дорого для Молдовы. У нас будут очень хорошие цены на газ. Нам наши братья дадут дешевле. Где это? Скажите, где это? Почему Гагаузия не меняет свой вектор? Потому что мы при социалистах никогда не были сепаратистами, и не было у нас такого закона в Молдове о сепаратистах. Откуда они появились, эти сепаратисты, я не знаю. Мы всегда говорим и будем говорить, что Гагаузия должна быть неотъемлемой частью республики Молдова, и мы должны жить дружной семьей. И вот тогда у нас будет все хорошо в государстве, и будет баланс в обществе. Вот в чем проблема. А как пришла эта власть, все, у нас появились враги, мы друг другу враги, Молдованы с Гагаузами, с Приднестровьем, не знаю еще с кем, нет у нас. Народ считает себя миролюбивым. Миролюбивым, да. Поэтому вот эти вот рассуждения, это очень обманчиво и неправильно. Ну их тоже можно отнести к разряду провокационных. Еще раз о том, о совместной работе местных, простите, региональных властей, и центральных. Рабочая межпарламентская группа за 8 лет, со дня своего создания, не добилась ощутимых результатов в части полномочия Гагаузии, в части ее сохранения, укрепления статуса. В этом убеждены многие рядовые граждане. Однако проекты нормативных актов, касающихся статуса Гагаузии или полномочий его органов власти, парламент в обязательном порядке теперь будет направлять на согласование Народному собранию Гагаузии с 1 января. Такое было принято решение. И это можно назвать достижением. Как думаете, где эти подводные камни? Почему так трудно идет работа? Ну, вы сказали, за 8 лет работы. Да, 8 лет. В 2015 году была образована эта группа. Я убежден, что наша сторона, наша... Ну, наша... Гагаузская. Гагаузская сторона делает все для того, чтобы вот эти вот вопросы, которые у нас есть между Кишиневым и Гагаузией, стараются, по крайней мере, некоторые члены этой команды стараются, чтобы все это у нас было. Понимаете? То есть нам, чтобы было хорошо, решали наши вопросы, которые касаются наших полномочий. Я в этом не сомневаюсь нисколечко. Но мы видим, какое отношение к нам с центральной властью. Пока оттуда не будет взять положительный курс в нашу сторону, все это бесполезная игра. Это просто вот... Игра в одни ворота? Вот так и можно назвать. Скажем так, да. Я не думаю, что будет какой-то результат. Я в этом уверен 100%. Почему? Потому что... Ну, если сегодня члены партии и члены команды наших депутатов ПАС открыто заявляют, что мы должны исправить свою ошибку по поводу Гагаузии, если были такие заявления, когда пришла эта власть, о чем мы можем говорить, о каком диалоге. Я считаю, что эта работа не принесет никакой пользы в ближайшее время. Скажите, вы намерены с какими-либо законодательными инициативами выходить в Народное собрание Гагаузии? Над чем вы работаете? Лично как депутат или, может быть, как группа ваша по блоку коммунистов и социалистов? У вас есть какие-либо видения на этот год, который, можно сказать, начался? Да, есть, но у нас много вопросов. Это все включено в предвыборную кампанию нашей партии. И мы это буквально завтра, послезавтра все это выйдет в люди и мы раздадим и уже будет там все видно и понятно, какие вопросы мы будем затрагивать и над чем мы будем работать. Это социально ориентированные вопросы? Да, в основном, да, социально ориентированные. Потому что у нас сегодня очень плохое положение в социальной сфере. Ну и не только в социальной, можно сказать, и в политической, и в экономической тоже. Программа наша завершается. Михаил Дмитриевич, у вас есть возможность обратиться к зрителям ГРТ с каким-либо месседжем? Спасибо. Значит, я хочу обратиться к нашим жителям с одним позывом. Пожалуйста, будьте бдительны. У нас сейчас очень сложное время, очень опасное время для нашей автономии. Мы должны все сплотиться. Все. Вулканешты, Чадерлунга, Камрад. Нет у нас отдельных районов. У нас есть одна маленькая Гагаузия. Мы должны серьезно отнеслись к нашим выборам. Выйти. И чтобы у нас выборы состоялись. Всем желаю всего хорошего, всех благ, здоровья и самое главное терпения. Спасибо. Еще один маленький вопрос. Считаете ли вы, вернее, вернетесь ли вы к вопросу о внесении изменений в уложение Гагаузии? Обязательно. Обязательно. Те вопросы, которые там есть, те поправки, мы обязательно к ним вернемся и будем рассматривать. Я благодарю вас за эту беседу и благодарю за тот присыв, с которым вы обратились к нашим зрителям. на этой доброй и позитивной ноте. Программа наша подошла к концу. Сегодня гостем программы «Прямая линия» был депутат Народного собрания Гагаузии от села Этулия Михаил Попов. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова